Молодежные новости В поисках ярких впечатлений наша команда отправилась в Кохлаярве, где в конце июля состоялся новый проект «Музыка на воде». Несмотря на то, что городской парк был реконструирован более пяти лет назад, крупные события в нем проходили, скажем так, почти никогда. Первое, что нас встретило, это улыбки людей. Возможно, кому-то это покажется банальным или излишне сентиментальным, но мы реально были счастливы видеть радостных горожан. Хотелось улыбаться каждому в ответ, пусть даже и незнакомому человеку. В парке ощущалась какая-то особая атмосфера, магия что ли, люди отдыхали, кто-то прогуливался по дорожкам, кто-то ловил лучики уходящего солнца, кто-то делал селфи на фоне пруда или писал портрет. Но все это происходило под звучание божественно красивой музыки. В этот вечер народный парк Кохлаярве превратился в концертный зал под открытым небом. В концерте прозвучали известнейшие симфонические произведения Арии из опер, классические вокальные номера в исполнении Нарского симфонического оркестра под управлением Анатолия Щуры и сопрано национальной оперы Эстония Ольги Зайцевой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Музыка на воде – это не просто концерт. В этот вечер в парке, помимо музыкантов, творили местные художники. Можно было ознакомиться с историей парка на экскурсии, покататься в карете, пообщаться в уличном кафе или запечатлеть себя в нескольких фотозонах. Музыка на воде – это новый проект Центра культуры, но ему предшествовали другие концерты несколькими неделями ранее. В начале июля перед зданием культурного учреждения прошел концерт «Ритмы летнего вечера». Звучала музыка разных эпох и направлений. В концерте принял участие Аре Вахер, известный в нашем регионе, и за его пределами музыкант в дуэте со своей дочерью Александрой. Помимо классических джазовых произведений, Саша под аккомпанемент отца исполнила известные каверы на французском, итальянском, португальском, английском и русском языках. Порадовал своим вокалом и Евгений Янушевский. Он неоднократно становился участником крупных культурных событий. Сегодня Евгений в свободное от основной работы время играет в Джоли Бэнд, а также выступает сольно и с другими музыкантами. Молодого вокального исполнителя Игоря Лескова хорошо знает весь Сидавирума. Он стал известен широкой публике после участия в конкурсе «Юных талантов. Ты супер» на российском телеканале НТВ. Очень приятно в этот прекрасный солнечный день стоять около творческого человека. Игорь, привет! Здравствуйте! Рассказывай, как твои дела? Все отлично. Ты же не просто так сегодня пришел к Дому культуры города Кухтлоярве? Ну да, я пришел показать свое авторское произведение, там треки авторские, да. Ты будешь петь сегодня? Да. Безумно скромно, безумно талантливо. Скажи, пожалуйста, каково это быть артистом в нашей Эстонии? На самом деле довольно трудно. Постоянно приходится прокладывать путь, и он очень нелегкий, потому что это все-таки в Эстонии, это не в России. В России намного легче даже, исходя из пиара собственного, то есть там расценки другие на рекламу. Здесь как бы, здесь если даже делать рекламу, то она почти не окупается, потому что аудитории таковой почти тоже мало. То есть ты считаешь, что в России проще? Ну мы говорим про Эстонию, про наш шоу-бизнес, если можно это назвать, есть в Эстонии шоу-бизнес, скажи мне? Ну есть, да. Вполне реально, надо просто действительно идти к этому, стараться. Ну вот как порабиться такому простому человеку, допустим, как вот наш зритель, молодежный зритель? С чего начать? Сначала с тренировки голоса, с вокала, уроков. Критика есть в любом случае. Как ты к ней относишься? Критики? Да я уже не удивляюсь. Очень много чего было, поэтому уже пытаюсь не обращать внимания. Иногда, конечно, обидно, да. Но я понимаю, что либо люди завидуют в этом случае, либо я даже не знаю. Я тебе скажу собственного опыта, если есть критика, то ты молодец, потому что людей, которых не критикуют, их творчество не оценивают вообще никак. Пускай лучше критикуют, пускай лучше это будет так. Тебе успехов, не обращай внимания. Я знаю, что такое хейт не понаслышке. Делай то, что ты делаешь. По крайней мере, ты-то уже в телеке, они-то нет. Очень хочется тебя послушать и пожелаешь прям от нашей молодежи. Но я вам пожелаю так же идти, стараться, не боясь ничего, к своим мечтам и успехам. И оставаться таким раскромным и порядочным. Спасибо тебе огромное. Я тебя хочу на сцене увидеть. Удачи! Вот таким ярким и музыкальным запомнился нам июль в Кофф-Плоярве. Музыка на воде и ритмы летнего вечера, а все вместе это музыка лета. Елена Сидникова, Илья Тельнов, Денис Озеров. Специально для SD News. Молодежные новости.